Вы слушаете канал жаж.клаб, домовой, шутник. История случилась, когда я была совсем мала. В то время я жила в деревне у бабушки, родители привезли меня в гости на лето. Дом был старый, с большими окнами летней веранды. Замыкала все комнаты и была последней в доме моя спальня. Она находилась в самом конце, в комнате имелся только дверной проем, а по стенам висели старые картины. И вот наступила ночь, меня уложили в той дальней спальне и выключили свет. В комнате воцарилась густая тьма. Казалось, будто в ней есть какой-то силуэт, и он застыл в темном углу. Я закрыла глаза, слушая, как в зале четко и слаженно очеканивают часы. В эту ночь у меня было какое-то особенное чувство, что-то должно произойти. Ребенок седьмыми лет способен придумать очень многое, представить такое, что жути не оберешься. Ну, например, что сейчас из-под кровати появятся черные лапы какого-то монстра. Или, что черный силуэт в темном углу, зашевелится. Или, что сейчас из темноты, вдруг появятся сияющие привидения. Все это я лежала и представляла, трясясь от страха. Но никак не могла подумать, что будет твориться дальше. Постепенно я стала засыпать. Было раннее утро, когда я проснулась, из-за какого-то звука над правым ухом. Это был голос, как будто ко мне обратился кто-то. Напоминал резкий хлопок. Я обернулась и ничего не заметила. Вдруг я поняла, что тело застыло, пошевелиться не получается. Мне хотелось повернуться к стенке и закрыть глаза, но я не могла даже вздохнуть. Все тело будто парализовало. Меня охватила паника, хотелось кричать, позвать на помощь бабушку. Но я не могла пошевелить ни рукой, ни ногой. Я не владела своим телом. Это было невероятно жутко. Внезапно я стала ощущать, что одеяло зашевелилось, меня кто-то раскрывал. Все происходило очень быстро, я наблюдала, как оно сползает дальше и дальше, оголяя детское плечо. В какой-то момент страх стал настолько сильным, что достиг своей кульминации, и я наконец-то вырвалась из липкого чувства оцепенения. И вдруг все прекратилось. Я пулей вскочила и побежала к бабушке, рассказывать, что со мной приключилось. Выслушав, она открыла секрет, что в нашем доме живет домовой, он уже старый, но все равно еще любит пошутить. Больше я его никогда не встречала в своей спальне, хоть после этого и не раз приезжала на лето к бабушке. Вот такая история. Все, что я рассказала, происходило со мной, правда я подписываюсь под каждым словом. И кто теперь узнает, что это было, шутки домового, или сонный паралич? . Продолжение истории читайте на сайте jah.club